К нам в редакцию обратились жители Дальнего Воронка, обеспокоенные расселением из аварийного фонда. Мы решили разобраться в этом вопросе детально и приехали по адресу улица Комарова, 18, корпус 1, в приемную организованной администрации специально по вопросам расселения Дальнего Воронка. В этой приемной можно узнать все о первом этапе реализации программы на Дальнем Воронке. Выдача сертификатов собственникам при условии, что на них не зарегистрирована другая жилплощадь. На основании сертификата житель аварийного дома может оплатить покупку нового жилья за счет субсидий, предоставляемой государством. Благодаря губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, главе администрации городского Крущевка Булгакова Андрея Алексеевича, мы были включены в программу переселения аварийного фонда. 84 дома Дальнего Воронка, которые много лет ждали своего переселения, были включены в эту программу. На этот год нам выделено финансирование на работу с собственниками и в том числе по выдаче жилищных сертификатов. То есть, получая этот жилищный сертификат, гражданин, имеющий в собственности аварийное жилое помещение в аварийном доме, он может приобрести иное благоустроенное жилое помещение и переехать из аварийного фонда. Администрация организовала приемную, где профильные специалисты отвечают на вопросы граждан и принимают заявления на оформление сертификатов. Приемная работает ежедневно, без выходных и праздничных дней с 10 до 17.00. Было принято на настоящий момент уже более 320 человек. Из них 72 изъявили желание написать заявление на получение сертификата. Соответственно, с ними мы сейчас работаем уже персонально и продолжаем принимать людей, потому что собственников всего в этих 84 домах около 700 человек, чуть меньше. Вы собственник жиле? Да. И у вас это единственное жилье? Единственное. Это коммуналка. Это коммуналка. Да. У вас разделены лицевые счета? Ну, естественно, коммуналка, конечно. Выдача сертификатов стала возможной благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» для жителей домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года. Квадратный метр по сертификату государство выкупит за 130 185 рублей. Минимальная оплачиваемая площадь не менее 33 квадратных метров. То есть, если у вас комната 7 квадратных метров в коммуналке, и вам полагается за нее 911 295 рублей, то по сертификату вы получите за нее 4 296 105 рублей. Узнаем, насколько эта стоимость отвечает рыночной. Хотел выразить свое мнение по поводу жилищных сертификатов для расселения аварийного жилья, который у нас выдает администрация городского округа Щелково, и стоимости квадратного метра, по которой она готова выкупать его. В первую очередь хочу отметить большим плюсом возможность использования этого сертификата по всей Московской области. Итак, на данный момент минимальная сумма, которую вы можете получить по данному сертификату составляет 4 296 105 рублей, что равно 130 185 рублей за квадратный метр. В нынешних реалиях рынка действительно можно подобрать в данном бюджете себе хорошую квартиру на вторичном рынке, в том числе в достаточно новых домах, как в Щелковском городском округе, так и близлежащих. По итогу могу сказать, что в предлагаемом бюджете вы действительно сможете подобрать желаемую жилплощадь и переехать в свою уютную новую квартиру. Есть и те, кто уже определился. Я собственник, и мне предложили, как вариант, взять сертификат по стоимости этой квартиры, как она сейчас оценивается. И я рассчитала, что это мне как бы выгодно. Почему это я решила? Потому что, значит, новая квартира ожидается в конце 28-го года. Сейчас, я так понимаю, что это можно быстрее сделать. По словам Светланы, доступность медицинских услуг. Главное, что держит семью в этом районе. Да и осилить новостройку, то есть обустроить, сделать ремонт, они с мужем уже не смогут. А вот вторичка в округе, которую они сами найдут, вполне их устроит. А во вторичке, как бы я так понимаю, как насмотрела, там, начиная даже от кухни, как бы, даже мебель есть, кухонная уже стоит, как бы, кто ее повезет и прочее. То есть есть варианты в этом районе. Вот на эти деньги, во-первых, как бы, это достаточно реально. Светлана говорит, что держаться за аварийное жилье не стоит. Итак, подведем итог. За счет средств сертификата вы можете оплатить покупку квартиры, комнаты, жилого дома, договор долевого участия, договор подряда на строительство жилого дома, первоначальный взнос или основной долг по ипотеке. Написать заявление можно по адресу улицы Комарова, 18, корпус 1, до 1 июля, включительно с 10 до 17.00. Анна Наприенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.